Екатерина Рейсбе. Больше, чем коробка. О безграничном потенциале ограниченного пространства. О чем аудиокнига? Дом. Каждый понимает под ним что-то свое, и универсальной формулы идеального жилья нет. Я работаю с двумя типами клиентов, с застройщиками и частниками. Застройщики, возводящие жилье для продажи, как правило, четко знают, как оно должно выглядеть. Рынок диктует предложение, и всякий изворачивается, как сделать с гектара земли побольше денег. Частные клиенты, то есть люди, которые очень хотят построить свой дом, не знают, что их собственное сознание ожидает от этого места, и требуется много времени, чтобы эти ожидания из них вытащить. Я взяла свои наработки за 10 лет практического проектирования и сделала из них книгу. Она построена на логике общения архитектора и заказчика. Что ты хочешь? Определяем, какие есть привычки. Где ты сегодня живешь? Выясняем, какие у тебя потребности. Какие у тебя возможности для реализации своих желаний? Вскрываем мечты и таланты. Какие могут возникнуть препятствия? Рассматриваем страхи и блоки. Как это реализовать? Придумываем варианты стратегии. Это пять частей аудиокниги. Рекогносцировка, потребности, инструменты, потери и эволюция. Но поскольку, в отличие от общения с заказчиком, мы с тобой не связаны временными рамками, здесь все это проявляется гораздо масштабнее. Я хочу, чтобы у тебя получилось создать свой дом, несмотря на то, что пока, вероятно, на это нет возможностей и путь загроможден препятствиями. Эту сложную задачу я пакую в простую цель – вдохновить тебя. Я расскажу, как устроено проектирование, по секрету открою много фишек и лайфхаков. Печатная версия книги напичкана рабочими страницами для самостоятельной работы. При прослушивании аудиокниги можно работать в тетради или ежедневнике. Самостоятельной, потому что, скорее всего, ты не относишься ни к первому, ни ко второму типу моих клиентов. Я представляю себе, что ты из тех, для кого строятся гигантские микрорайоны. Ты, как и я. Мы живем в городских квартирах, стоим в пробках, платим коммуналку, покупаем мебель у сетевых производителей. Короче, мы – конечные потребители. Мы не скованы большой ответственностью, а потому готовы к экспериментам. Вот к одному такому эксперименту я тебя и приглашаю.